Продолжение следует... А может быть, и даже не нужно преодолевать. И сегодня мы хотели бы поговорить здесь, в студии, о философском аспекте этого одиночества. И этот аспект довольно широкий и довольно интересный, мне кажется. И, как говорил великий философ, и, можно сказать, наш современник, Мираб Константинович Мамардашвили, философия — это просто осколок разбитого зеркала. И когда этот осколок попадает человеку в душу или в глаз, он начинает видеть совсем по-другому. И сегодня я хотела бы в студии представить человека, который видит по-другому, не так, как все. Это Олдис Тиранс, философ, режиссер и издатель, главный редактор, да, главный редактор журнала нашего латвийского, очень известного интеллектуального журнала «Рига Слайкс». Добрый день. Добрый день. Мы хотели бы сегодня поговорить с вами, да, с тобой, Олдис, да, поговорить о том, что, ну, как философия, как воспринимает аспект этого одиночества, каким образом он рассматривается, в каком контексте, что для человека. Да, так я не могу говорить за всю философию. У меня такая, скажем так, кустарная философия, моя собственная, и я не смею посягать на вершины этого великого занятия. Поэтому я могу говорить только за себя. Да, я, наверное, не так выразилась, Олдис. Конечно, мне хотелось бы узнать именно твое мнение о том, что такое одиночество. Я думаю, что когда мы говорим это слово, мы должны как-то понимать, о чем речь. И здесь довольно две большие такие разницы, как говорят в Одессе, да. То есть, с одной стороны, это вполне допускает, что можно описать как болезнь, как состояние несчастья, как состояние какого-то отрыва от людей без друзей, старости. Ты имеешь в виду аспект межличностного одиночества? Тогда, когда человек один. Да, но я думаю, что это лишь один из пониманий вот этого одиночества. И я даже представляю, чтобы одиночество можно говорить в каком-то совершенно вне психологическом смысле, но может быть в смысле, который даже больше касается человека, чем то болезненное состояние, которое называется одиночеством в обычном смысле. Но я бы даже сказала, что аспект этого, ну пусть я его назову для себя таким образом, аспект экзистенциального одиночества, он присутствует всегда и везде у человека. И иногда даже, когда человек в проявлениях, говоря о своем одиночестве, можно не понять, о каком именно аспекте одиночества он в данном случае говорит. Это люди вообще говорят, не понимая то, о чем они говорят в основном. И здесь, если подумать, то ведь одиночество, как любое понятие, оно лишь тогда, когда мы соприкасаемся с этим явлением. Я даже не знаю, с каким, но вот если мы смотрим на какую-то великолепную картину американского художника Эдварда Хоппера, и вот, может, ты знаешь эту картину, там лежит такая женщина, там окно, кровать, женщина за спиной, и мужчина вот так сидит. А, да. И это замечательная картина, вот о чем она может говорить. Вот только что, может, у них был какой-то любовный там, это как это называется, я не знаю слово. И сейчас та тоска, которая в этой позе и во всем, она что вот? Вот, то есть, я думаю, что само состояние человека можно описать не только, как, скажем, болезнь с одиночеством, но наоборот, вообще сказать, что человеческое состояние, одиночество и есть, а все остальное нечеловеческое состояние. Мы думаем, что люди в стадах, да, любят вообще там размножаться, жить там, добывать это, как это там? Добывать себе пищу. Ну, вот котлеты там, котлеты там и вино, это из стихотворения Саши Черного. Жить на вершине голой, писать простые сонеты, брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Вот такое состояние, я думаю, что на самом деле человека можно стараться определить именно через одиночество, а не наоборот. То есть, кажется, что мы живем как раз, когда живем семьей там, ну, вместе со всеми. А можно подумать об этом... Что мы живем именно в тот момент, когда проживаем это одиночество? Нет, не проживаем, это тоже не то. Живем в этом? Существуем в этом? Ощущаем его? Я бы назвал это находиться наедине с самим собой. То есть, цитируя Аврерия... Значит, это ощущать этого? Чувствовать? А, нет. А что это такое? А как это можно тогда ощутить? Например, вот даже та картина, которая говорит о том, что только что был любовный акт, да, и, казалось бы, соединение душ и тел. А может быть, и не было, да. Ну, сама картина предполагает к этому. Вариант такого слияния с другим человеком, и вот вариант сейчас абсолютно одиночества. Дело в том, что то, что вот мы показываем на себя и говорим, какие мы одинокие, да, вот мы одни-одни, одинокие-одинокие, да, это не совсем то. Почему мы не показываем на... нет, что вне нас? То есть, человек здесь, как какое-то существо, отдельность, еще не состоялся. Вот он находится в одиночестве в том смысле, что он должен найти... Он должен состояться в этом одиночестве? Он должен состояться, а он не... И тогда, возможно, встреча? Да, он не знает, где находится его возможность бить. Она находится вне этого тела, вне этого вот этих рук, этих ног, этой головы, и даже вне этих глаз. Так что тогда, если мы так рассматриваем одиночество, то это и есть та единственная возможность бить человеку, которая вообще существует, дана вот человеку мира. Это есть возможность человека бить. Быть одиноким, это не значит быть человеком. Нет. Я помню, что Шопенгауэр утверждал о том, что если человек такой думающий и чувствующий, и понимающий, да, то ему как бы априори дано быть одному. Вряд ли у него найдутся те, которые будут ему близко. И так как он по жизни был человек довольно одинокий, да, то я понимаю, что он это своей уже как жизненная кредо для него было. Давай, Роза, будем как бы мото этой короткой беседы в голове держать выражение тобой же цитированного Мираба Константинович Мамардашвилы, а именно у один... Я очень задумался, когда я прочитал, я ничего не понял. У одинокого человека, говорит Мамардашвилы, не может не быть друзей. Не может не быть друзей, да. Казалось бы, парадоксально, но утверждение самое, да. И когда же я думаю, что же это означает, я начинаю фантазировать о том, что то, что мы ищем в друзьях, мы сами и есть. То есть мы хотим найти в них себя и состояться вот в своем одиночестве. Вот нечто такое довольно, я бы сказал, ну, туманное, но очень реальное происходит. Я так понимаю, что твоя встреча с самим Мирабом Константиновичем происходила, и та книга, или я могу сказать, это большое интервью, когда он говорит о том, что одиночество — это моя профессия. Да. Можешь ли ты сказать, Улды, что ваша встреча состоялась? Что это для тебя значит? Я бы хотел так думать, но я думаю, что для меня больше состоялась смерть Мираба, как наша какая совместная возможная встреча при разговорах. Они били, все это было, но тем не менее, вот я помню, что я видел сон, где мы гуляли с Мирабом по Тбилиси, и я довольно, он и меня водил там по Тбилиси. То есть это действительно было в жизни тоже, да? Да. И в этом сне я хотел показать, ну, на второй стороне Куры, то есть реки, разделяющие как бы Тбилиси, и показать, вот где я живу, вот. И я не мог, вот, то есть я не мог указать это место, но это было видно, как бы, но я не смог. То есть вот эта разорванность, да, себя, и старание найти себя там, где-то в другом месте. Это и есть, я думаю, это есть, ну, тяга человека, вот, скажем, путешествовать там, тяга одного к другому. Это есть какая-то, это именно одиночество. Я так понимаю, что этот сон особенно отражает вот эту тягу, которая была между вами, или, например, ну, с твоей стороны, я так могу сказать, да? Ну, так ведь я думал... Потому что сон тебя там был, там, и ты там себя пытаешься найти. Пока Мироб Константинович был жив, у меня было чувство, что есть некто, кто знает все за меня. То есть... Чувство великого учителя? Нет, самый умный человек есть, и было очень спокойно жить на свете, потому что есть кто-то, кто знает. Когда же его не стало, я вдруг почувствовал именно так, как он сказал в одной своей лекции в Тбилиси, когда он в начале 80-х начал читать лекции о просте, он сказал, я выхожу к вам от своего... Нет, я выхожу от своего одиночества к вашей сиротности. И вот... И в этом случае он поднял такое одиночество на какой-то пьедестал. И вот эта встреча, она ведь на самом деле не совсем встреча между двумя отдельными людьми. Эта встреча и есть та возможность, которую дает другой человек, Мироб, и даже его смерть этому человеку. То есть я, благодаря ему, первый раз мог встретиться с кем-то... Встреча, которая возможно была, состояться. Но между кем и кем, между мной и мной. Да, чтобы встретиться с собой, нужно было встретиться с ним. Ну вот здесь, если бы это не звучало так печально, чтобы встретиться с собой, нужно было Миробу Константиновичу умирать. Ну это какая-то дикая какая-то теория. Я очень извиняюсь, и вообще все это ерунда. Олдис, мы прервемся на рекламу и вернемся в студию. Оставайтесь с нами. Сегодня мы обсуждаем аспект одиночества. Да, с людьми, которые думают по-другому. Уважаемые телезрители, мы сегодня в студии обсуждаем с Олдисом Тирансом тему одиночества. Фундаментальное одиночество состоит не в том, что у тебя нет друзей, а состоит в том, что раз беседа идет не с ними, а с тем, кто выше. Више? Так говорил Мираб. Више. Неужели он так говорил? Да, он так говорил. Кстати, в том интервью именно. Хорошо, да. Тогда я забыл. Я извиняюсь, у нас звонок в студию, послушаем. Да. Такие вопросы. Да, пожалуйста. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вопрос, госпожа вектора. Меня зовут Йома, а ты вопрос у меня следующий. Вы, наверное, ошиблись. Вектора здесь нету. Что? А здесь нету вектора. Кому вы хотели задать вопрос? Совет. Да. С ума сошел. Она уже давно не работает в этой передаче здесь. Олбис, мне было бы очень интересно вариант того, что когда ты говорил о том, что когда Мираба не стало, да, ты вроде бы нашел себя, да, в этот момент ты сказал. А, ну, ведь... Что это значило для тебя? А, ведь это еще одно. Это был аспект одиночества или нет? Это что-то другое? Опять-таки, мы все время путаемся. То есть, когда мы говорим одиночество, то мы опять и опять возвращаемся к тому болезненному состоянию. Но оно что-то присутствует? Оно не присутствовало как человек? Ведь, понимаешь, ведь это все было очень болезненно. Это было страшно, больно. Это была потеря, может быть, самого близкого человека. Но в каком-то... В каком смысле? То есть, мы были, ну, не едва знакомы, но не очень хорошо. То есть, ну... Но человек не может разделять. Когда он живет, его душа во всех смыслах. И когда он теряет какого-то близкого человека, это тоже является такой большой потерей. Да, но дело в том, что человек никогда не готов. Готов он тогда, когда он мертв. А когда он жив, то есть, он каждый раз заново должен себя найти. Ну, я какие-то такие банальные вещи говорю, но тем не менее. То есть, это вот нельзя сказать, вот тогда нашел, и замечательно. Вот сейчас живи, с самим собой. Да, это постоянный путь. Это все время повторяется вновь и вновь. Олдис, я извиняюсь у вас. Звонок в студию, да? Да, хорошо. Извиняюсь, что прививаю вас, да? Алло? Добрый день. Да, добрый день. Слушаю вас. Добрый день. Слушаю вас, да? Вопрос улдисутирансу. Да. Слушаю вас. Вопрос улдисутирансу. Да, спрашивайте, пожалуйста. Говорили вы улдис с Мирабом Константиновичем о смерти? И не сравнил бы ли Мираб смерть с одиночеством? И не сравнил бы ли Мираб смерть с одиночеством? Спасибо. Я с ним точно об этом не говорил, но... Я так понимаю, что с Пятигорским у вас в интервью было много... Много, да. Много было о смерти. Но я хочу сказать, что как у Мамардашвилы, так и у Пятигорского понимание живого и мертвого довольно, ну, я бы не сказал... Отличается, да? В одну сторону. Я имею в виду, отличается от всех остальных? Нет, ну, ради Бога. Ведь тогда отличается и от нас, поскольку это гениальные же люди, но... И тогда что, смерть для них? Нет, смерть для них, это... Это есть состояние, когда человек... Ой, когда человек не живой. Да. А живой человек, это и означает вот эту встречу в одиночестве, которая может состояться лишь вот таким образом, когда, ну, например, два человека, или когда какие-то частицы себя ты находишь в море, а в другом человеке... Ну, я насколько помню, я вот мы вспоминали, говоря о том, что Пятигорский говорил о том, что если человек не думающий, то он как бы, он уже мертв, да, и в этом случае... Да, ну, здесь я бы... Ты знаешь, это же... Мне страшно, не хочется, чтобы создалось впечатление, что вот мы с тобой думаем, а все остальные идиоты не думают. И, значит, мы живые, а все остальные мертвые. Хотя это было бы... Нет, возможно, вариант, что мы тоже не думаем. Почему нет? То есть, и тогда мы тоже мертвые. Тогда мы тоже мертвые. Мы же двигаемся и как-то глазами машем, да. Ну, очень много живых трупов существует. Да, именно, когда... Так, я понимаю. Когда внизу у меня наносили этот грим, я думал, господи, неужели так же будет тогда, вот, когда я буду лежать холодной там, вот, и кто-то там... Когда это будет последний путь, да? Когда это будет последняя гримировочная. Гримировочная. Гримировочная, да? Ведь... Я думаю, что это вдохновляет вариант последнего пути. Ну, не знаю. И всегда помнить о последнем. Во всяком случае, я хочу успеть просто сказать. Одиночество в том смысле, о котором я говорю, не драматично и не трагично. Но я очень хорошо понимаю людей, которые мучаются... Которые проживают каким-то другим... Которые проживают каким-то другим одиночеством. Я понимаю, не хочу касаться... Умолять их боль. Да, ну да, я не буду касаться того, что я не понимаю. Это может быть чисто психологически. А я говорю о чем-то другом. Да, мы сегодня и говорим о чем-то другом. Мы и заявили о чем-то другом. Что мы говорим совсем о другом аспекте. Давайте все время будем говорить о другом. Да. Звонок в студии. Да? Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. У меня вопрос к гостю следующий. Меня зовут Илмар. Не кажется ли вам, что на одиночество нужно время? Ведь если человек живет в семье, трудится на работе, то, наверное, для одиночества или для ощущения одиночества то у него просто не остается времени. Да, интересный вопрос. Вот я не совсем уверен, да? Ведь иногда, возвращаясь к мужчине и женщине, ведь иногда вот эта любовь телесная можно представить как борьбу с одиночеством. То есть кажется, что мы заполняем какой-то радостью, какой-то страстью этот момент в своей жизни. Ну да, если мы заполняем, это такой-то дефицитарный вариант тогда отношений. Я точно знаю, что это как бы меняется. Одну тысячную или стотысячную долю секунды ты счастлив, и здесь же одну тысячную ты одинок. То есть вот эта дикая пустота, где мы меняемся от наполненности к пустоте, это и есть наше состояние. То есть не бывает так, что вот я нахожусь вот с тобой. Это бесконечно нельзя находиться в этом состоянии. Это понятно, это всегда переходы. И я страшно коллективен. Я так же одинок сейчас, как я одинок, скажем, на природе. Здесь ничего не меняется. Я бы сказала, что в отношении с человеком, когда ты находишься с кем-то, да, когда ты находишься с женщиной, если этот момент сменяется вот этим одиночеством, я бы сказала, что, наверное, не присутствует как таковой встречи. Если это как дефицитарный вариант восполнить какой-то дефицит вот именно этим человеком, присутствием этого человека, какими-то его особенностями, какими-то его такими качествами, которые в этот момент необходимы тебе, да, я не думаю, что идет цельное восприятие другого человека. И таким образом это, наверное, не является достаточно настоящей встречей. У меня совсем другая теория. Это теория о том, что никакой встречи не происходит. То есть встреча может произойти только с самим собой, посредством ли женщины, посредством ли мужчины, посредством ли птицы, пожалуйста, или посредством вас. Но даже если назвать ее встречей с самым собой, она происходит? Так же, как ты говорил о встрече с Пятигорским, о встрече с Муравом, она происходила? Да, но это же очень печально. Это получается, что с тобой я встретиться не могу, а встретиться с самим собой через тебя я бы мог бы. Условно говоря. А почему это печально слышится? Это философы все печально слышат? Нет, ну печально, потому что оказывается, что человек существенно одинок, то есть у него никакой другой возможности. Нет, а кто вообще сказал, что он не должен быть? Одиноким. Да, человек одинок. А человек одинок. Кто придумал, что... Но есть только варианты возможности компенсации этого одиночества, да? Вот ты помнишь, когда они въехали в зону, в этой фильме Тарковского «Сталкер», и он сказал, что это самое тихое место на свете, да? И приглашал их, ну как бы, вот здесь вот вы и встретите. Есть возможность. Да, встретить себя. И когда я думаю о Риге, скажем, Старой Риге, или об этих всех тусовках, этих страшных очагов одиночества, я говорю про бары и эти футболы... Ты имеешь в виду одиночество в толпе, да? Да, я думаю, что это ад и есть. Ну да, такое одиночество, это ад. Олдис, у нас звонок в студию, да? Слушаем вас. Ну да, такое одиночество, да? Слушаем вас. Вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы слышите, да? Да, мы вас слышим. Я, он из Барбароса. Вы знаете такой передачи или нет? Да, да. Десять лет тому назад, 1 октября, мы открыли вашу студию. Ну и я хочу поговорить насчет одиночества и как ее перетолеться. Я тоже одинокая, но все равно не одинокая. Мне не надо принца на белом коне и подругу очень богатую. Мне попросили позвонить, чтобы одинокие люди и те, которые в семье не везет. Может быть, я могу передать свой номер телефона, я могу с ними поговорить. Хорошо, оставьте его, пожалуйста, в студию. Спасибо вам за свое предложение. Спасибо за звонок. Это интересная возможность, да? А я бы предложил свой телефон тем людям, которые хотят быть одинокими. Так что у нас есть два варианта для телезрителей. Пожалуйста, номер телефона, если вы не хотите быть одинокими, и если вы хотите быть одинокими. Но я так понимаю, это то одиночество, которое обогащает и которое необходимо нам. И вообще-то, которое у нас нет выбора. Мы в нем находимся, никуда мы от этого не денемся. Разве что вариант его принятия. Как этот Бубер, Мартин Бубер говорил об этом, что волны эфира крокочут постоянно, да? Только большую часть времени наши приемники выключены. Потому что если бы иначе нам пришлось бы каждый раз чувствовать и ощущать это в себе, наверное, мы просто-напросто не выдержали бы. Может быть, поэтому вот эти встречи состоятся, что они периодически, да? Как вы говорили, как, Олдис, ты говорил о том, что эта встреча, что она не постоянно, она сменяется. Да, то есть ничего нельзя решать навечно, да? Все кончится. Ведь когда ты расстаешься с другом или с любовью, ведь ты понимаешь, что все кончается. То есть все уходит. Ничего держать нельзя. А то, что можно, это лишь поддерживать себя в чем-то другом. Найти, как сказал бы Крустам, найти в этих предметах своего умершего друга душу его и освободить ее от этих уз. Олдис, тогда, когда ты вчера говорили, мы с тобой встречались и говорили об этом, ты говорил, что когда умирает твой друг, умирает часть души. А так как часть не может умереть, то как будто мы тоже умираем. Ну да, поэтому и в, скажем, древности, ну условно, я говорю, очень примитивно, ведь это был очень смысл похорон, был как бы, чтобы умерший не захватил твою душу собой. То есть именно этот ритуал исполнялся. В этом смысле, безусловно, что мы умираем вместе с нашими друзьями. Но здесь есть другой момент. А может быть... Наши друзья остаются с нами? Нет, может быть, это и есть наша возможность продолжить жизнь. Единственная. То есть через их смерть. А если мы говорим о христианстве, так это и, ну вот, показано на самом главном примере. Да, Иисус. Улдис, у нас есть звонок в студию, да? Говорите, пожалуйста. Добрый день, Роза. Добрый день, Улдис. Добрый день. Вот, слушая вашу беседу, вот хотелось узнать ваше мнение по следующему вопросу. В 21 веке, веке информационных технологий, ты начинаешь понимать, и в частности я замечаю, что находясь в коллективе, в семье, ну неважно, да, в общем-то, в окружении людей, ты начинаешь понимать, что ты видишь эти вот какие-то опустошенные взгляды, утомленность, да, учитывая все эти моменты и так далее, да, и понимаешь, что зачастую ты забираешься во всемирную паутину интернета, начинаешь искать себе собеседника, с кем ты сможешь поделиться своими мыслями, переживаниями душевными. И даже иногда ты понимаешь, это делаешь потому, что ты не хочешь, наверное, как-то своими вот этим одиночеством, вот этой тяжестью внутренней, какой-то болью, может быть, поделиться со своими родными, потому что ты видишь, например, что, учитывая то, что вот у них какие-то проблемы, какие-то внутренние переживания, ты не можешь иногда это высказать, глядя в глаза, и ты находишь себе собеседника в интернете. И вы знаете, что я осознаю, что таких людей очень много, действительно очень много. И очень часто ты понимаешь, что они начинают перемещать свою реальную жизнь в интернет и решать проблемы там. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Спасибо за ответ. Спасибо за вопрос. Ну, я отвечу как психолог, да. Я думаю, что да, вариант такого, что когда ты близко находишься к человеку, когда ты находишься с ним в контакте, и ты чувствуешь, ощущаешь его, это бывает иногда очень трудно, преодолеть какие-то барьеры, которые ты сам построил с этим человеком. Бывает трудно почувствовать, трудно проникнуть в его чувства, ощущения, трудно жить его жизнью. И даже не то, что жить его жизнью, это требует от нас душевных каких-то качеств больших. И еще много бывает такого, что мы обходим какие-то углы, о которых мы много не говорим, и у нас возникают какие-то пустоты, которые мы не можем компенсировать в отношениях с этими людьми. Или от нас требуется очень много душевных сил для того, чтобы компенсировать эти пустоты. И тогда человек иногда идет на то, что он действительно на символическом уровне, я думаю, находит какое-то отношение, какие-то такие, то, что соприкасаясь с другим человеком, он его не соприкасается с ним целостно, потому что он показывает себя какую-то сторону в этом отношениях, будь эти отношения через интернет и так далее. То есть это может быть воображаемый человек, и он играет воображаемую роль. И эти ненастоящие отношения каким-то образом немного могут компенсировать вот эту боль его одиночества, которую он проживает в себе. Потому что любые отношения, все, что с человеком происходит, все требует от него сил. И прежде всего душевных сил. И тогда, когда человек не готов за ним платить, то он и получает суррогат. Я не думаю, что это настоящие отношения. С другой стороны, возможность найти единомышленника является важным моментом. Но, возможно, компенсации таких образом, не имея этих отношений, пытаться таким образом компенсировать. Я не думаю, что это позитивно для души этого человека. Как ты думаешь, Олдис? Ой, я не знаю. То есть я интернетом в этом смысле не пользуюсь даже. То есть я там не ищу никаких контактов. А как ты думаешь, почему так происходит, что сейчас люди действуют? А я за других, я не знаю. Я просто думаю, что человек очень хочет как удобнее жить. И не хочет того, что на самом деле, в общем-то, все не так. Вообще, это не так просто. И, безусловно, можно говорить о современном одиночестве, современном обществе. И там подобное информационное общество, что-нибудь такое. Но ведь интернет и тому подобное и есть какая-то уловка. Вот какая-то вот... Да, возможность такой уйти во что-то, что нереальное. Вроде бы кажется реальным, а вот на самом деле... Но я думаю, что это всегда было. Но просто здесь это выражается таким образом. Это всегда было. А что нужно делать, я точно не знаю, но я думаю, что, в общем-то, мне страшно жалко этих людей и себя, даже себя сидящего в интернете в другом смысле. Это же вот эти конечные существа, одинокие, конечные, вот их как-то обнять и приласкать. Тогда закончим, может быть, именно на этой ноте. Может быть, обнять. На краю пропасти, да. И вот они вот там. Это как у Селенджера, ловить детей на краю пропасти. Так, ну, может быть, вы сегодня, именно сегодня можете поймать кого-то на краю пропасти, не даст упасть. Будьте сегодня. Именно теми, кто ловит детей на краю пропасти и не дает им упасть. Будьте радостны. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова